В этом ролике я буду работать таксистом на максимальном скиле 1 час. Мы посмотрим, сколько я смогу заработать. Я давно хотел записать это видео. Надеюсь, оно вам понравится, потому что темка довольно интересная. Я мало таких роликов видел, поэтому сегодня мы реально проверим, сколько можно заработать денег на максимальном скиле 1 часа. Ну а если ты еще не играешь на проекте Мазинху Реплей, то конечно же не забывай вводить мой промокод. Пишешь в слэш мм, 7 пункт промокод. Указай друга ютубера и вводите промокод полканов. Зат промокод вы получите 350 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере. Смотрите видео от начала до конца, потому что видосик реально будет интересный. Мы поработаем, пообщаемся. Я вам расскажу в целом, как мне эта работа. Расскажу ее плюсы и минусы. Ну и посмотрим, сколько можно заработать, если вкачать максимальный скилл. Я думаю, это будет реально очень интересно. Поэтому всем желаю приятного просмотра. А тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, первым делом нам нужно конечно же положить все наши деньги, чтобы мы знали точную сумму, которую мы сможем заработать. У меня их в принципе не так много. Все, закидываем. Машину я уже заправил. Ремки я купил. Теперь самое главное это начать работать. Я вкачал 17, но для ролика я попросил, чтобы мне выделили 50 скилл. И что самое интересное, я уже попробовал поработать немножко. Сделал пару заказов. И меня очень это горчило. Потому что между 17 скиллом и 50 по сути нету никакой разницы по зарплате. Как бы нету смысла качать максимальный скилл. Я не знаю, с чем это связано. Но почему-то разработчики именно так сделали. И я считаю то, что это нужно фиксить, пацаны. Поэтому, кто как бы запись, пишите в комментариях. Потому что, ну это ненормально то, что вы получаете, ну грубо говоря, на 20 скилле так же само, как на 50. То есть вы 30 скиллов качаете впустую. Это очень печально. Я этого не понимаю. На дальнобойщиках, допустим, такого нету. На рыбалке тоже такого нету. То есть там и есть разница, понимаете. Мне об этом многие писали, многие говорили. Но я до конца в это не верил. Но я вот сам попробовал, просто взял, просто сам попробовал. И я в этом убедился. И реально, разницы нету, понимаете. То есть вы будете качать скилл пустую. Но зарабатывать будете так же, понимаете. Мне просто интересно. Либо это специально сделали разработчики. Либо они как-то ошиблись, может быть, что-то неправильно прописали там, я не знаю. Блин, я не понимаю, как это такое может быть. Как просто нету разницы в зарплате, понимаете. Ладно, были бы какие-то там 5000 разницы хотя бы. Плюс-минус. А так разницы вообще нету. Давайте я до фула все-таки зальюсь полностью. Я целочку немножко починил. 92, поэтому проблем тоже с этим не будет. Я надеюсь, что этот ролик вам реально понравится. Он не будет там супер какой-то крутой. Но мы пообщаемся, покатаемся. Не знаю, разницы я не увидел. Возможно, если я час поработаю, я какую-то разницу вижу. Кому было интересно, это заменка, пацаны. Это не новая там BVM5F90. Да, это CS. Но я сам поставил заменку, потому что мне обычно уже надоело. Поэтому, пацаны, эта заменка, она не особо качественная, но в принципе нормально пойдет. Мне пока что нравится, поэтому я поставил заменку, чтобы как-то было такое разнообразие хотя бы небольшое. Я на самом деле не понимаю, почему они не добавят, как бы, CS. Как бы, почему ее не обновят. Либо сделают возможность, чтобы из Competition можно было в Исто сделать CS, допустим. Было бы реально круто. Надеюсь, что когда-то это сделают. Просто CS, как бы, ну, она очень красивая. Думаю, вы можете сами вот посмотреть. То есть, она реально красивая. Да, она там не особо сильно отличается от Competition. Но у нее вот такие фары, вот желтенькие такие. Такая вот решеточка. Да, возможно, не самый лучшийся для CS. Но выглядит, пацаны, смачно. Что мы делаем? Мы засекаем время. Я буду ровно час работать. Время 19.07. То есть, 20.07 я должен буду закончить. Все, я беру свой первый заказ. Цена заказа 22 тысячи. Но, блядь, я не верил до последнего, что это может быть. Реально, 30 скиллов вы качаете впустую. Это просто жестко. Как бы, вас никто, конечно, не заставляет это делать. Но, в любом случае, вы же будете качать скилл. Если вы будете работать, вы будете, соответственно, качать скилл. И я надеялся на то, что, допустим, если вы вкачаете максимальный скилл, вы будете зарабатывать там 30-35 тысяч за заказ. Это было бы классно. Тем более, вкачать максимальный скилл, это не так легко. Это вы не сделаете за месяц даже, понимаете? Поэтому, я не понимаю. Я думал, что будут заказы, там, допустим, Эдово-Южный. А так, вы катаетесь с Батырева-Эдово. Что на 20-м скилле, что на 50-м. То есть, разницы 0 просто. Ладно, когда у вас маленький скилл, вам по кайфу. Вы ездите просто там в Иткарина, допустим, с Эдово. Либо просто по Эдово катаетесь. Это классно. То есть, я когда качал скилл, реально по Эдово катаюсь. Туда-сюда. Светофоров нету, радаров нету. Реально классно. А когда уже качаешь 10-й скилл, то всё. Тебя уже отправят в Батырево. И кататься Батырево-Эдово-Батырево-Эдово скучно. Пусть делают там ездить, не знаю, в Овсин, в Бусаево, понимаете? То есть, когда ты качаешь скилл, когда у тебя маленький скилл. Да, тебя там в Бусаево отправляют, там, на Нашан, на Рублёвку. Но когда вы вкачиваете уже нормальный скилл, у вас нету никакого разнообразия. Вы просто ездите Эдово-Батырево. Эдово-Батырево. Редко бывает вы ездите по Эдово. То есть, как-то это немножко не доработано, не проработано. Поэтому надеюсь, что это реально пофиксят. И кто хочет, чтобы это сделали, ну, отпишите в комментариях, там, поставьте лайк. Возможно, как-то попробуем поговорить с разработчиками, чтобы они как-то это всё поменяли. Потому что работа таксиста, она классная, она прикольная. Но не хватает заработка всё равно. Просто было бы круто, если бы разница хотя бы какая-то была. А так, 20-й, 50-й разницы нет. То есть, ты вкачал максимальный скилл, и ты зарабатываешь так же самое, как типы, которые, там, недавно пришли в такси и покатали, там, недельку, вкачали 20-й скилл. Хочу ещё заметить то, что я работаю на 20%, пацаны. То есть, 20% стоит. На каждом серверке по-разному. Возможно, где-то 10% стоит. Возможно, где-то 15%. Вот, я владею таксопарком Батырево. У меня стоит 20%. В целом, понимаете, работа-то хорошая, прикольная. То есть, многие сюда ходят работать. Многим нравится работать на своих машинах. Должно быть какое-то разнообразие, чтобы вас кидало не постоянно в одно место, а чтобы вы ездили по всей карте. И не только на маленьком скиле, но и на максимальном скиле, чтобы у вас было реально тоже разнообразие. Кстати, ещё хотел сказать то, что я работаю на BMW M590 с первым чипом Nitro Audio. То есть, здесь нет третьего чипа. Я хотел взять Кибертрак для видоса, но я так подумал, что многие из вас будут работать на обычных машинах, которые едут там, ну, максимум 250, допустим, да? Поэтому я решил взять тоже обычную машину, чтобы было точное сравнение. Потому что многие из вас будут там на финике ездить, там, на машинах не особо быстрых. То есть, Кибертрак, да, это пацаны имба. Кибертрак такси, это как газон в дальнобойщиках, понимаете? Но не каждый сможет себе его купить, потому что он стоит там 30-40 миллионов. Для точности эксперимента я решил взять обычную машину свою, на которой я сам постоянно работаю, чтобы было максимально оптимальные условия. И для вас, как бы, чтобы вы сами поняли, сколько можно заработать. Если бы я взял бы Кибер, конечно, Кибер едет там 360 на первом чипе, понимаете? То есть, я бы очень быстро перемещался. А так, я буду сейчас ездить, как и вы, как и большинство игроков, которые работают в такси. Так, полетели, родная, полетели. Не, М5 классно для такси, пацаны. Если будет вариант купить М5 с Nitro, допустим, то берите. Для такси очень хорошая машина. Ой, как бочком залетел та, ты шо? Ой-ой-ой-ой-ой. В 8 минут я работаю, заработал 29 тысяч. Но я еще не доехал, тут чуть-чуть осталось. Но я, честно, не знаю, пацаны, сколько я заработаю, потому что я даже не проверял на 20-ом скиле. Я никаким образом это не проверял, не засекал ни разу, сколько я зарабатываю. Я даже примерно не могу сказать, сколько я заработаю. Мне кажется, где-то там 1300-1400, может. Просто я рассчитывал реально на другое, то, что на максимальном скиле я буду ездить, там, не знаю, Южный Эдова и реально зарабатываю там по 30-35 тысяч хотя бы. Все-таки, ну, максимальный скил, пацаны. Вот на максимальном скиле дальней, ебать, да, вы зарабатываете до хуища просто. На максимальном скиле рыбалки вы также зарабатываете много. А вот в такси, почему-то, обошли стороной. Хотя работа тоже пользуется очень огромным спросом. Здесь реально каждый день работает, ну, очень много игроков. Я надеюсь, что это все-таки когда-то пофиксится и эту работу немножко сделают получше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дамы и господа, вот и прошел час. За час я заработал 340 тысяч. Я считаю, что это неплохо, учитывая то, что я работал не на самой быстрой машине. Я думаю, если работать на кибертраке, можно заработать где-то 400-450 тысяч, но если работать ночью, можно заработать и 600 тысяч, если очень сильно постараться. На самом деле, в принципе, нормальная сумма денег на максимальном скилле, просто разницы нету между 20-м и 50-м. Меня вот это смущает. Ну а так, в целом, зарплата для таксиста нормальная. Учитывая то, что за неделю, если хорошо постараться, можно вкачать 20-й скилл и зарабатывать так же сам, как и я. То есть, 350 тысяч за час. Та же самая Infinity, допустим, в таксопарке без чипа едет 220. Тем более, в дальнейшем я планирую ставить чипы на машины, баки, поэтому вам будет зарабатывать еще намного проще. Кстати, деньги на топливо я не тратил, я заправлялся от своего таксопарка. Я вот ремки все использовал, как бы. У меня машинка уже дымится, ремок у меня, в принципе, нету. Но так, в целом, я нормально поработал. Кто мне особо не мешал. Да, там были разные моменты, там повстречу кто-то ехал, либо я врезался куда-то. Но так, в целом, работа, пацаны, кайфовая. Кто желает, может реально приходить работать. Я не скажу, что эта работа самая, там, прибыльная, либо одна из прибыльных. Это работа для новичка, пацаны. Я об этом говорил, говорю и говорить буду. То есть, здесь вы не заработаете миллионы. Не, ну, заработаете, если поработаете целый день, то, конечно, заработаете. То есть, за 3 часа вы можете спокойно миллион заработать. Да, как бы, это долго. Ну, по факту, да, 3 часа это долго. По сравнению с другими работами, новичку заработать за 3 часа, пацаны, лям. Я считаю, это круто. То есть, берете просто, приходите. С первого уровня вы можете устроиться таксистом. Качаете за неделю 20 уровень. И можете спокойно за час зарабатывать 350 тысяч рублей. Возможно, даже больше. 88. То есть, я убил за час 4 целки, пацаны. Там пробег у меня тоже нормальный. Пацаны, короче, заебись. Нормально поездил, нормально поработал. Но, если вы будете работать на аренде, вам чинить машину, в принципе, не придется. Именно целостность. Ну, что ж, дамы и господа, вот такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я вам показал, сколько можно заработать на максимальном скиле таксиста. Да, сумма, конечно, не огромная. Но, я считаю, для таксиста, в принципе, нормально. Но, все равно, было бы неплохо, если бы хотя бы немножко прибавили денег для максимального скила. Потому что, я считаю, это несправедливо. То, что на 20-м скиле вы зарабатываете так же, как и на 50-м. Поэтому, я надеюсь, что, возможно, в обновлении, либо когда-то это пофиксят. Возможно, разработчики специально это сделали. Потому что, зарабатывать 350 тысяч в таксе, это уже, в принципе, неплохо. Поэтому, я вам точно сказать не могу. В любом случае, работа классная, интересная, легкая. Поэтому, у кого есть желание, с радостью приходите, работайте. Вы не пожалеете. Все полезные ссылочки есть в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Если вы в дальнейшем хотите видеть ролики подобного типа, связанные с такси, то напишите об этом в комментариях. Если вы наберете, реально, очень много лайков, много комментариев, то, возможно, я запишу видео, где я сделаю 100 заказов в такси. И мы посмотрим, сколько у меня уйдет времени и сколько я заработаю. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.